Этот саунд-арт-фестиваль можно назвать знакомством с искусством будущего. Дислокация «Владивосток» расширит привычное понятие о музыке как таковой, где значение имеет не только звук, но и видеосопровождение. В современном мире невозможно представить кино и визуальный ряд без звука. И, соответственно, наоборот. Каждый режиссер хочет, чтобы его воображаемый мир накладывался на прекрасный звук. И, наоборот, каждому музыканту хотелось бы, чтобы его музыку сопровождал красивый визуальный ряд. То, что фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках кинофестиваля Меридианы Тихого, вполне объяснимо. Ведь во взаимодействии современных музыкантов и режиссеров возникают новые возможности. Это электронщики и планируют доказать своими выступлениями. Когда мы объединяем слух и зрение в таком необычном, непривычном восприятии, не как обычное кино, то это позволяет получить новый опыт другого и нового восприятия. Музыкальный проект «Дислокация. Владивосток», по словам Яна Рольфа, можно считать психогеографическим осмыслением местности и находящихся там людей. Так, например, в первый день выступлений зрители увидят перформанс британского художника Хельм под названием «Внутреннее пространство Сибирь», где изображение особенностей региона автор дополняет экспериментальной музыкой. Побывать и выступить во Владивостоке в рамках Меридианов Тихого организаторам и артистам особенно приятно. Для меня это очаровательная возможность своими глазами увидеть, насколько это интернациональный город. Это возможность посмотреть кинофестиваль. Это такое тайное место на карте страны. То, что музыку можно увидеть, зарубежные артисты докажут уже сегодня. Фестиваль экспериментальной электронной музыки продлится во Владивостоке до 17 сентября. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.